Ну давайте я кусочек попробую буженины, так и быть. А то мне пишут, что попробовать, а разрез показала. Сейчас попробую, самый краешек, муж сказал остро. Ну для меня самый тонкий, друзья. Обожаю, когда она аж почти сгоревшая. Остренький краешек, приятного аппетита. Очень вкусно, обожаю. Огонь, кипяток, хоть бы не начать текать от острова. У меня такое бывает, но меня это не останавливает. Еще бы огурчик свежий, в общем, у меня есть, но мне лень вставать. Класс. На улице так темно, будто ночь глубокая. Уже у меня мысли пожелать вам спокойной ночи. На самом деле время у нас полвосьмого по Москве. Вечер. Рано еще. Компот надо вынести. На деталь играет. Жалко, Лена с Андреем не попробовали буженину. Не разрезали мы. Всякое другое ели. Еще арбузом наелась я в конце, я думала, меня разорвет. Пару часиков прошло. Да какой часик, наверное, прошел. Все. День полкило буженины. Капусту квашеная полвыгра. Радуюсь, что запеканку съели. Завтра можно приготовить что-нибудь на десерт вкусное. Я имею ввиду еще. А то сейчас скажете, там мне уже писали. Да. Типа дома она так сметану не жрет. Когда я на запеканку сметану добавила сверху. Начала кушать. Мне написали. Да, дома она так сметану не жрет. В гостях. Типа и уксус сладкий. На халяву. Я пишу, что вообще-то она дома. Ест сметану. Она мне сейчас сказала, говорю, завтра приготовить что-нибудь вкусное. Скажут, ага, ага, гостей накормила, значит, какой-то херней. А завтра я решила вкусное съесть, да? Нет. Сегодня тоже было вкусно. Поэтому и съели. Слава богу. Я люблю, когда на один день. Завтра, послезавтра доедать неохота. Приготовились, ели все. Мясо нежирное. Супер. Было очень много сока с него. У меня оно долго-долго томилось. Очень много сока. Я уже открыла фольгу, чтобы выпаривалось. Но там все равно остался. Вот видели, я снимала. У меня аж пот бросило. Перец устрый. Вкусное. Мы не любим водосало. Вот здесь много. Сало отдельно соленое покушать. Это да. А вот так, на буженине, никто не ест. Все обдирают и выкидывают. Мне даже муж порадовался. Говорит, хорошо, что оно без вот этого сала, без ничего. И никакого от тебя запаха, ничего. Ну, в перекрестке всегда, сколько раз мы брали мясо, всегда очень хорошего качества. Наверное, съедят. Все-таки магазин огромный. И у нас он действительно большой. Не то, что там сеть большая, хотя это тоже имеет значение. И сам магазин у нас огромный. Туда приезжаешь, там реально супермарк большой. И рыбу любую можешь выбрать. И охлажденка, и заморозка. И мясо разное. Овощи, фрукты, ягоды всегда, что немаловажно. Потому что ягоды, вот у нас здесь не найдешь ягоды. Да, всегда есть. В общем, хороший магазин. Я тогда торты на заказ пекла. Он меня здорово выручал. Мне нужно было тут рыскать по всем магазинам. Ягоды, все прочее. Приезжаешь, перекресток, все равно купаешь, что надо. И все. Я помню в прошлом году, как у меня эти заказы были бесконечные, друзья мои. Как я пахала. А самое главное. Что-то было даже ни к чему. Я реально много тортов продавала с маленькой наценкой. Ну, убыток, конечно, себе. Но чтобы заработать, прям заработать, знаете. И чувствовать, что ты заработал хорошо. Такое у меня было. Столько сил. Столько на продукты. Столько времени на все это. Это был такой труд. Я сейчас как вспомню, знаете, как в страшном сне. Мне кажется, я ни на одной работе, ни в одном офисе так не впахивала, как когда я пекла торты на заказ. Плюс ко всему, каждый заказ это нервяк. Помните, как у меня пришли за тортом, а торта нет? Пишут, мы через полчасика будем уже торт забирать у вас. А у меня нет этого торта. Я вообще просто-напросто посмотрела не на ту дату. Я его даже не приготовила. Я была уверена, что он не на сегодня. И я за час этот торт пекла. Я думала, я поседею. Я его бесплатно отдала, помните? Бесплатно отдала торт. Вернула всю предоплату. Вообще ничего, ни копейки не взяла. И вообще я им отдала все бесплатно. Я помню, просто ночью снились, что я какой-то заказ забыла. Моя хорошая. У тебя есть еда, не обманывай. Хочешь, выпрашиваешь вкусняшки. Иди, ешь еду. У меня каждый заказ, это был стресс. Не в том плане, что я боялась испортить торт. Нет. Я всегда волновалась насчет декора. Я всегда волновалась насчет доставки. Я всегда волновалась, чтобы торт понравился. В общем, еще я помню, когда я только в начале, в самом начале, когда начала печь торты на заказ, я думала, когда читала вот эти кондитерские всякие страницы, назовем это так. Они там пишут, я типа, как страшный сон вспоминаю, глаз дергается от тортов на заказ. Я думала, что они в самом-то деле, но испек торт, получил удовольствие, вот отдал его туда-сюда. У меня на шкафу до сих пор 50 упаковок для тортов стоит. 50 упаковок! Представляете, ну они как сложенные. Вот такая вот стопка, которые мне уже не нужны. Я не знаю, сколько лет я их потрачу, чтобы своим торты развозить. Вот у Лены скоро день рождения, буду готовить одну коробку, я оттуда возьму. Представьте, а я их где-то никуда не могу перепродать, а они, каждая коробка стоила в районе под 100 рублей. Вот 50 тортов, 5 тысяч лежит. Выкинуть жалко, продать никто не покупает. Я тут попыталась, говорю, ребят, может кому-то надо. И то, я сказала, 100 рублей подложка, которая еще стоит 50 рублей отдельно в магазине, там 70-50 рублей у меня толстые подложки. Плюс коробка, я говорю, я вам комплектом отдам коробки и подложки комплектом. То есть под каждую коробку 30 на 30 у меня есть еще и диаметром 30 подложки. Заберите по 100 рублей. Это получается, если бы они брали отдельные еще подложки, вышло бы на 7500. А так просто за 5000, грубо говоря, все. Никому не интересно. А выкинуть мне жалко, нифига себе 5000, да? В общем, я говорю, я вот это вот кондитерское дело вспоминаю с ужасом. Холодильник еще один, мотает электроэнергию. Каждый месяц за электроэнергию. Потом у меня тут атомная и ядерная станция стоит, понимаете? Сколько у меня тут жара постоянно. Я в мыле пеку, фасую, украшаю. То шоколад, то это, тут, о боже, то крем-чизы, то еще что-то. Это такой ужас. Я сейчас реально меня в пот бросает. Если я вот вспоминаю, мне говорят, торт на заказ. Я даже меня аж, понимаете, глаз начинает дергаться. Я не хочу. Это просто такой стресс бесконечный. Я говорю, я два торта приняла, заказ, а потом вспомнила, что у меня холодильника нет. Думаю, о, нормально, молодец. Отказала девушке, хорошо, вот она поняла, я заранее это сделала. Заранее она заказала, заранее я через день ей сказала, что я не могу. Вот так. Любая работа кажется легкой, когда делаешь ее своими руками. Вот так и людям кажется. Ой, ты что там, блогер? Это так легко. А когда начинают снимать видео и не получается, тогда вот начинают допонимать, почему не так легко. В общем, друзья мои, доброго вам вечера. Я наелась этого перца, у меня аж в пот бросило. У меня здесь все это, понимаете, аж нос. Пойду полежу. Устала, умаялась, мать.